Здарова, народ! Меня зовут Илья, и знаете, иногда душа требует чего-то эдакого, чего-то необычного. Хочется, бывает, вот знаете, чего-нибудь отчебочить. Именно по этой причине, душа попросила, мы с Серегой поехали в Борисхоф и влезли в кредит и купили себе по мини-куперу. В этот морозный денек, а он действительно морозный, потому что ушек я уже своих не чувствую, ровно как и пальцев рук, мы отправились в Рязань на наш любимый трек, здесь мы уже как-то покалечили Audi R8, здесь мы гоняли на Куги, здесь мы проводили замечательные часы, гоняя на разных тачках, и, собственно, этот день не стал исключением. Здесь, сейчас, сегодня я вам расскажу про то, чем примечателен мини-купер, почему это максимально эмоциональный автомобиль, и почему это не автомобиль в первую очередь. Дайте начинать, погнали! Вы спросите, вы что, блин, упоролись там совсем все? А я отвечу, да, упоролись и на отличненько, и сейчас расскажу, почему так вышло. Итого нам дано два автомобиля, мини-хэтч трехдверный и мини-кантримен, обе в версиях Джон Купер Воркс. Самые заряженные, что есть на данный момент в модельном ряду мини, вот они, прямо здесь, на рязанском треке. Почему версии именно Джон Купер Воркс? Ну, здесь все просто. Во-первых, они красивые, во-вторых, на них можно сжечь. Эта машина ни на кого не похожа. Это, кстати, одна из причин, почему мы с Серегой обратили внимание именно на мини. Очень хочется хоть как-то выделяться в сером, я бы даже сказал, черном московском потоке, состоящем из мерседесов С-класса, Е-класса, BMW 5-й, 7-й, 3-й, да какой угодно серии. Они все черные, они все одинаковые. Нет, это неплохие автомобили, они крутые, но они одинаковые. Хочется немножко ярких красок в серой Москве. Вы знаете, мини-другой. Он совершенно другой и внешне, и внутри. Посмотрите на этот салон. Здесь все, что можно было сделать круглым, сделали круглым. Один спидометр, чего стоит, или вот этот будильник по центру, обрамленный светодиодной полосой, которая, кстати, изменяется в зависимости от оборотов двигателя, что тоже приятно. Совершенно бестолковая фича, но мелочь, и очень приятные мелочи. Таких мелочей в машине невероятное множество. Как управляется мини, это отдельная песня. Знаете, я на эту машину пересел с BMW, где все было комфортно, плавно, точно и предсказуемо. У мини совершенно иной характер. Вы знаете, конкретно эта машина мне напоминает щупленького, маленького, лысенького, такого британского футбольного хулигана с максимально дурным характером. Эта машина чуть что пинается, эта машина чуть что рвется вперед, ее не удержать, особенно учитывая, что это передний привод и 231 сила на одну ось, особенно по такому покрытию, как сейчас. Это просто верная смерть, если чуть-чуть пережать педаль газа. Ну и с выключенной стабилизацией, естественно. Но мы ее не выключаем, мы же хотим жить. Мини это вообще не тот автомобиль, в обзоре которого нужно хоть что-то говорить про техническую составляющую, потому что, ну, давайте откроем капот. Здесь есть мотор. Это BMW-шный, B48, двухлитровый турбированный мотор. Едет с 6,1 до соточки. В Countryman абсолютно тот же самый мотор, но с 6,5 до сотки, потому что машина больше. Важно это? Совершенно не важно. Если бы она ехала 9 секунд до 100, 11, 7, не важно сколько, абсолютно наплевать. Потому что, как бы она ни ехала, эта машина дарит обилие совершенно сумасшедших непередаваемых эмоций. Но все-таки F-поколение текущее, несмотря на то, что, да, машина очень острая, очень чуткая, рулится не так, как предыдущие R56. Там просто, вы знаете, есть такое сравнение. Рулится как карта. И это было на 100% применимо к предыдущему поколению. Все-таки F-ки уже более гражданские. Не убиться бы нам, да? Все-таки эта машина провоцирует тебя на то, чтобы немножко хулиганить. Она маленькая, юркая и очень задорная. И на ней даже можно парковаться вот так. Мини это не столько автомобиль. Это не роскошь, не средство передвижения, а идея. Идея, которая, во-первых, объединяет вокруг себя огромное количество классных людей, которые называют себя мини-пиплами. Это клуб владельцев. Большой им, кстати, привет. У меня даже есть наклеечка на машине. А во-вторых, вы знаете, есть такая фраза. Нет двух одинаковых мини. Это действительно так. Потому что каждый владелец мини-купера каким-то образом пытается его кастомизировать и сделать его чуть-чуть непохожим на другие. Хотя бы посмотрите на эти два ключа. Это мой, это Сереги. В этом, кстати, есть NFC-модули. Когда я прикладываю свой пиксель к ключу, у меня запускается Яндекс.Навигатор. Пользу от этой функции я пока не ощутил. Но, блин, это же прикольно. Или вот, например, сумка мини, в которой лежит свитшот мини. А еще у меня дома есть футболка Джон Куперворкс брендовая. При этом вещи действительно очень качественные. И мы ради интереса с Серегой решили узнать, сколько будет стоить официальный видеорегистратор мини. И вот он выбивается из линейки качественных продуктов, потому что, во-первых, он стоит 46 тысяч, а во-вторых, снимает весьма паршивенько. Как вариант, например, если нет какого-то дикого желания тратить 46 тысяч на брендовый мини-вский видеорегистратор, можно посмотреть на плеймер. Конкретно у меня в машине установлен видеорегистратор Tio. Толковая штука, серьезно, стоит как минимум в 4 раза дешевле мини-вского видеорегистратора. Умеет все то, что должен иметь такого рода продукт. Ну, посмотрите, видео в Full HD есть. Собственная батарейка с возможностью записи порядка 30-40 минут есть. G-сенсор для того, чтобы видеорегистратор почувствовал удар и начал запись, например, на парковке, пока вас нет, есть. GPS-модуль, который ставит на видео метку с вашими координатами и скоростью, тоже есть. GPS-модуль, который удобно снимается и надевается, потому что здесь магнитное крепление, через которое подводится питание, соответственно, провода здесь никакие не торчат. Есть дисплейчик. Самое прикольное, что здесь есть, это датчик жестов. Перед регистратором можно махнуть рукой, и он автоматически защитит данный кусок видео от перезаписи. То есть, если вы увидели что-то интересное, махнули, готово, это видео у вас сохранится. Ну, а если вы попали в ДТП, ну, очень надеюсь, что ни со мной, ни с вами такого не произойдет. G-сенсор поймет удар и автоматически защитит кусок видео от записи. Вот это очень нужная вещь. Удивительно, но в регистраторе есть даже динамик, и микрофон, он пишет звук. И если перед вами произошло что-то интересное, то вы всегда можете откомментировать это прямиком на камеру, потому что камера всегда в машине. А еще, смотрите, здесь есть Wi-Fi, соответственно, с телефона и с приложения можно, во-первых, скачивать ролики с регистратора прямо в память телефона, а во-вторых, изменять настройки самого регистратора. Мне кажется, удобно, потому что менюшка в самом регистраторе, но прямо скажем, требует определенного привыкания. На рукоятке КПП у меня, кстати, висит самый главный аксессуар в этой машине, это брелок управляемого выхлопа. Дважды нажимаем на кнопочку, и задора прибавляется изрядно. А вот Countryman это все-таки уже немножко про другое. Если хэтч это хулиганистость, рулежка, управляемость, вот это все, то Countryman он более спокойный, но при этом он все-таки для тех, кто хочет что-то действительно необычное. Машина построена на платформе УКЛ, на ней же строится BMW X1, BMW X2, у нее полный привод, но не X-Drive. Здесь все-таки акцент сделан на переднюю ось, задняя такая больше вспомогательная. Но, вы знаете, здесь есть Country Timer, счетчик того времени, которое вы на этой машине провели на оффроуде. Зачем? Ну это прикольно. И вот в этом вся идея мини. Это, ну это же прикольно, почему нет? Кстати, обратите внимание, ну вот конкретно этот Country неделю назад выехал из салона. И здесь на порогах еще сохранилась та самая девственная пленочка. Мне выпала честь отодрать одну из четырех. Давай. Да! Кстати, ради интереса давайте посчитаем количество шильдиков John Cooper Works на этой машине. Четыре на порогах, два на крыльях, два на тормозных суппортах, которые здесь, кстати, четырехпоршневые, весьма мощные. Еще один на радиаторной решетке. Еще два в салоне автомобиля и обязательно должен быть сзади. Да, я не ошибся. Итого, я уже сбился. Их здесь просто дохрена. Мини гордится наследием Джона Купера. Это видно. А вот Серега себе в машину поставил модельку по наворочению. Она побольше, здесь огромный трехдюймовый дисплей. И она не только выполняет функцию видеорегистратора, но еще и радар-детектора. Соответственно, когда ты едешь, она предупреждает тебя о камерах. Плюс она умеет фильтровать различные сигналы для того, чтобы показания были максимально точными и четкими. Я сейчас никого ни в коем случае не провоцирую превышать скоростной лимит. Но когда ты едешь и знаешь то, что там через 300 метров висит стрелка, ты будешь знать, что будут делать водители перед тобой. И сам не будешь особо выеживаться на трассе. Обратите внимание, кстати, питание здесь идет прямиком в кронштейн, а не в сам видеорегистратор. В данном случае комбоустройство. Соответственно, лишние провода у нас по салону не должны болтаться. Соответственно, если вас остановил инспектор ГИБДД, мы просто поворачиваем эту камеру в салон и записываем все со звуком. Ну так, на всякий случай. С точки зрения видеорегистратора здесь плюс-минус те же самые функции. Матрица тоже используется Sony, Full HD запись, цикличные записи и все в этом духе. Но это устройство отличается тем, что оно помимо видеорегистратора выполняет еще и функции радар-детектора, что реально может быть очень полезным в дороге и как минимум сэкономит вам какие-то деньги на штрафы. А вот сейчас мы с вами за рулем полноприводного кантримена Джон Купер Воркс. Сразу чувствуется машина гораздо больше по своим габаритам, хотя фактически на самом деле это достаточно компактный кроссовер. Но очень хочется, очень хочется чуть-чуть поддать газку, потому что все-таки версия Джон Купер Воркс даже в кантримене тебе как бы шепчет в ушко «Давай навалим!» Блин, слушай, но при этом я не чувствую того, что он валкий. Мы закладываем сейчас в поворот, не очень быстро, но тем не менее, я не чувствую того, что она там кренится куда-то влево-вправо. Да, у нее подвеска помягче, чем у хэтча, потому что хэтч вообще зубодробительный. Но меня не мотает туда-сюда по креслу. Такого я не ожидал. Ну, мы не наваливаем. Нет, мы не наваливаем, мы едем очень аккуратно, потому что машину все-таки надо обкатать. И наваливать сразу же в первые дни после покупки, наверное, не очень разумно. Нужно все-таки поаккуратнее относиться к автомобилю, но тем не менее, он прям очень хорошо держится. Внешне Countryman, конечно, уже не такой задорный, как, скажем, трехдверный хэтч, но когда ты садишься внутрь, ты понимаешь, ты сел именно в мини, потому что здесь, опять же, снова все максимально круглое, что возможно было сделать круглым. Они это сделали. Обратите внимание на вот этот аленький цветочек включения и выключения двигателя. Когда ты садишься в салон, нажимаешь тормоз, он подсвечивается ярче, как бы намекая тебе, что чувак, время навалить. Countryman это уже машина не для одного человека. Здесь можно вполне комфортно поместиться вчетвером. Да, сейчас многие владельцы хэтчей скажут, да мы в пятером ездили на трехдверном хэтче, было нормально. Не было. Мы тоже ездили, не было нормально. А в Countryman ты засовываешь четырех человек, закидываешь в багажник свою поклажу и все нормально, никто не страдает, никто не находится в каком-то стесненном положении. Сережа, владелец вот этой машины, сидит там с заднего сидения и я слышу, как он мечтает, как BMW все-таки сделает мини на базе, скажем, пятого икса. Это будет уже мини-макси какой-нибудь огромный. Но было бы действительно интересно посмотреть, но в таком случае уже, конечно, вся концепция мини пойдет коту под хвост. Ну, маркетинг. Все-таки правильное решение воткнуть именно в версию John Cooper Works Countryman B48 мотор, потому что, блин, ты можешь ехать спокойно, допустим, везти семью или тещу куда-нибудь на дачу, а вот уже с дачи ехать 200 км в час с совершенно глупой улыбкой на все лицо. Это дорогого стоит. Друзья мои, ну вот зачем мы поехали сейчас в такой холод, в Рязань, на трек, в такую погоду, когда покрытие совершенно не для гонок, машина скользит, машина не держится? Мы хотели поделиться с вами искренними эмоциями, которые дарит мини. Конкретно John Cooper Works версии и Countryman, и Hatch. Это не бездушные куски металла, это действительно тот автомобиль, который каждый день, когда ты выходишь из подъезда, открываешь его и садишься в салон, он дарит тебе дурацкую улыбку от уха до уха, и именно с этой улыбкой ты затем едешь на работу, в студию, в офис, да куда угодно, и мир становится чуточку бодрее. Спасибо BMW за то, что вы держите такой бренд и продолжаете его развивать. Я с нетерпением жду 2020 года, когда Hatch именно в таком кузове появится в версии GP. Скорее всего, их тоже будет так же, 2000 штук, это будет лимитированная версия очень злого мини-купера. Поддержите, пожалуйста, это видео большим пальцем вверх, потому что мы поделились с вами искренне тем личным, что прет именно нас. Мы продолжим ковыряться с нашими машинами. Я, например, уже начал убирать весь хром, у меня осталась только вот эта линия под стеклами, с ней я тоже что-нибудь придумаю. Серега хочет себе наколхозить выхлоп, у меня в планах есть фары дальнего света на радиаторную решетку. В инстаграме я обо всем обязательно расскажу, ссылочки все есть в описании. Пока. В этот ресторан быстрого питания мы приехали по той простой причине, что проголодались, много времени на треке, в дороге, хочется есть. Но есть проблема. У нас с Серегой кредит. И у нас с Серегой как бы нет денег, поэтому мы просто посмотрим, как ест дядя Женя. Продолжение следует... СМЕДСТАВ Заливаешь? Вкусно?